МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Казахстанский турист задержан в Италии за вандализм". В МИДе высказались об этом случае, о пожаре на греческом острове, который якобы устроили граждане нашей страны. Все подробности через минуту в студии главных новостей. Алибек Рзабаев. Здравствуйте. Сотрудник полиции получил ранение в голову прямо на рабочем месте. Что произошло? Расскажем далее. Почему казахстанское молоко дороже импортного? И чем отечественная тушенка хуже зарубежной? Разбирались сегодня в парламенте. Осторожно, таксисты! Водитель преследовал женщину, делал непристойные предложения и трогал за интимные места. Чем закончилась эта история, узнаете в обзоре тревожных новостей. Казахстанец осквернил Помпеи. Имя Али он нацарапал на археологическом памятнике на стене в историческом парке, который датируется вторым веком до нашей эры. Уйти безнаказанному нарушителя не получилось. Его задержали полицейские. По словам представителя Министерства иностранных дел Казахстана, нашего гражданина вандала уже отпустили. Дальнейшее судебное разбирательство пройдет в административном порядке. Ему придется возместить ущерб. Сумма будет известна после технической экспертизы. Казахстанцы не причастны к поджогу острова в Греции. С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел Казахстана. По словам Айбека Смодьярова, наш консул связался с греческими властями и получил ответ от полиции. В заявлении было сказано, что среди задержанных граждан нашей страны нет. Напомню, правоохранительные органы Греции арестовали 13 человек, запустивших с яхты фейерверк, который вызвал лесной пожар на острове вблизи Афин. Ряд СМИ сообщали, что поджигатели казахстанцы. Два десятка иностранцев погибли при пожаре на заводе аккумуляторов Южной Кореи. Жертвы работники производства. Есть ли среди них казахстанцы? Мы обратились в МИД нашей страны с запросом. Там ответили, что информации от Южной Кореи пока нет, так как сгоревшие тела будет сложно идентифицировать. Поэтому пока вопрос остается на контроле нашего Министерства иностранных дел. Подробнее о трагедии расскажет Сергей Цель. Все произошло утром в 50 километрах от южнокорейской столицы. Серия взрывов, а в последующем и сильное возгорание случилось в том корпусе завода, где хранилось более 35 тысяч готовых литийовых аккумуляторов. Именно в тот момент на производстве были люди. Сильный огонь смогли побороть лишь через 4,5 часа. Уже после того, как смертоносный пожар был потушен, спасатели смогли зайти внутрь. Там они обнаружили больше двух десятков тел. Было обнаружено 23 тела, 7 рабочих мужчин, 15 женщин и один неопознанный работник. Среди них 20 человек иностранцы, двое южнокорейцев и один снова неопознанный. Есть граждане Китая и других стран. Но список был сожжен, поэтому потребуется больше времени, чтобы проверить их точное гражданство. Как рассказывают очевидцы, случившееся было похоже на начало войны. Я думал, что это война. Раздавались выстрелы и снаряды. Это было так громко. Все грохотало и стучало. Было страшно. А вообще очень грустно. Иностранные рабочие приехали сюда, чтобы зарабатывать деньги и в итоге погибли. Теперь семьи никогда не дождутся их домой. На место трагедии прибыл и президент страны. В его офисе заявили, что он следит за ситуацией. А министр внутренних дел Южной Кореи поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Нужно назначить по одному специальному представителю на каждую погибшую жертву, чтобы обеспечить полную поддержку и принять быстрые меры. Также необходимо гарантировать, что остальные раненые получат лечение без каких-либо неудобств. Также чиновник подчеркнул важность соблюдения техники безопасности. Он поручил предотвратить распространение опасных химикатов. Отмечу, в двухэтажном корпусе завода работали всего 67 человек. И те, кто был на втором этаже, как раз и остались в западне во время пожара. Что именно спровоцировало взрыв, пока неизвестно. На месте продолжают работать спецслужбы. А точное число погибших и раненых еще уточняется. И еще об одной трагедии. По крайней мере, 20 человек погибли при терактах в Дагестане. Среди нападавших были родственники чиновника. Следствие рассматривает версию, что атакой руководили из-за границы. Косымжимар Токаев выразил соболезнования президенту и народу России в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Глава государства предложил содействие в поисках организаторов нападений. Хронологию событий восстановила моя коллега Амина Манаева. Нападения на религиозные объекты произошли в Дагестане минувшим вечером. Действовали в разных местах. Сначала в центре туристического города Дербент неизвестные атаковали синагогу. Там произошел пожар. Чуть позже боевики напали на православный храм. Погибли протаерей и охранник церкви. А это уже стрельба в столице Дагестана, Махачкале. Там тоже напали на синагогу и церковь. Кроме того, атаковали пост ДПС. На камеры видеонаблюдения попало убийство полицейских, остановивших водителя. Судя по кадрам, боевики намеренно стреляли в правоохранителей. Примечательно, что злоумышленники были хорошо вооружены и действовали слаженно. Поэтому позже в городах объявили план перехват и даже ввели бронетехнику. Перестрелка шла несколько часов. От рук боевиков погибли по крайней мере 20 человек. По предварительным данным 15 из них полицейские. Также сообщается, что убиты 5 боевиков. Среди них два сына и племянник главы района Магомеда Умарова. Сам Умаров уже задержан. В его доме прошли обыски. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Ситуация контролируется органами государственной власти. Правоохранители считают, что нападение спланировали заранее. И для этого не случайно выбрали религиозные объекты. Атаку совершили в православный праздник. 23 июня отмечали День Святой Троицы. По одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестане объявили траур. Он продлится до 26 июня. Амина Манаева, Первый канал Евразия. Четырех человек расстреляли в продуктовом магазине в американском штате Арканзас. Еще 14, в том числе, полицейские получили ранения. Известно, что нападавшему мужчине 44 года. При задержании его ранили. Сейчас он находится под стражей. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. Полиция ведет расследование. Известно, что за массовый расстрел ему грозит высшая мера наказания. Смертная казнь. О других событиях, произошедших в мире, смотрите в нашем традиционном международном обзоре. Очередное стихийное бедствие в Кыргызстане. Из-за сильного проливного дождя сошел мощный сель. Он разрушил одну из значимых автотрасс по направлению Бишкек-Ош. Проживающих в ближайших населенных пунктах призвали не выезжать никуда. Сейчас на месте ЧП идет расчистка. В опасности оказались жители города Узень. Около ста человек вынуждено покинули свои дома. Неделю назад сель унес жизнь 10-летнего ребенка. Тогда мальчика вынесло потоком. Позже его тело нашли и передали родным. Сразу несколько стран остались без электричества на Балканах. Это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия. Власти связывают это с аномальной жарой, а именно с резким увеличением нагрузки на электросети. Люди, страдая от зноя, стали чрезмерно использовать кондиционеры. Отсюда и коллапс. В некоторых городах остановили даже движение автотранспорта. Светофоры отключились вместе со светом. Есть и те, кто остался без воды, потому что насосы перестали работать. Благо ЧС не затянулась, к концу дня неполадки устранили. К слову, чрезвычайная ситуация стала самой массовой за последние 30 лет. Членов самой богатой семьи Великобритании приговорили к 4-4,5 годам лишения свободы. Магната индийского происхождения его жену, сына и невестку признали виновными в эксплуатации прислуги, которая работала на их роскошной вилле. Более того, их обвинили в том, что они отбирали паспорта рабочих, платили им рупии, а не швейцарские франки. Запрещали покидать виллу и заставляли работать сверхурочно за гроши. Людей привозили они из Индии. Прокуроры утверждают, что семья потратила больше на свою собаку, чем на прислугу. Адвокаты, представляющие обвиняемых, заявили, что будут обжаловать приговор. К событиям в нашей стране. Почему казахстанское молоко дороже импортного? И тушенку какого производства предпочитают на обед на нефтяных предприятиях? Ответы на эти вопросы искали сегодня на правительственном часе в Мажелисе. Алиял Мухамбетова наблюдала. Глубокая переработка в сельском хозяйстве – это когда практически все перерабатывают. Даже кровь животных пускают в оборот. Но в нашей стране пока только прорабатывают технологии полного использования сырья. По словам главы Министерства сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, на одной туше, кроме самого мяса, казахстанские производители зарабатывают около 70 долларов США. В соседних странах прибыль почти в 7 раз больше. Почему-то в 2019 году у нас поставка тушенки поднялся на 33% в целом в страну. На услуги закупки Министерства обороны, Министерства внутренних дел, МЧС, Министерства здравоохранения. Еще я знаю, что ТШО едят аргентинское мясо. Что у нас казахское мясо стало каким-то токсичным, что ли? Крупные предприятия заказывают кейтеринг, то есть им подвозят питание. И уже нанятая фирма выбирает сама, какими продуктами кормить заказчика. Задача Министерства сельского хозяйства – помочь им увидеть все многообразие казахстанского рынка, а не покупать иностранную тушенку. Министру Сапарову напомнили и о сайгаках, которых с прошлого года начали пускать под нож. Количество сайгаков увеличивается. В любом случае, я думаю, надо регулирование. Не обязательно отстрел. Здесь надо организованный отлов, как положено. Сегодня наши мясокомбинаты готовы, стандарты все разработаны. Но перейдем от мяса к молоку. Нашему казахстанскому трудно конкурировать с импортным. Сегодня действующие предприятия испытывают сложности с реализацией. Для конкуренции с импортной продукцией нужно иметь более дешевое сырье. Сейчас фермеры в Казахстане предлагают сырье в среднем цене 200 тенге за литр, а в Российской Федерации оно составляет 160 тенге за литр, ниже на 20%. Со стороны Восточно-Казахстанской области семьи заходит российское молоко сырое. Как вы знаете, что они сегодня субсидируют стопроцентно и логистику, поэтому нашим очень сложно конкурировать. Но при этом мы приняли решение, я с ними встречался, значит, переработчики, которые покупают сырое молоко с России и также работают на порошке, они субсидии теперь получать не будут. Мы внесем изменения. То есть субсидии и помощь от государства получат только те молочные заводы, которые будут закупать отечественное сырье. Еще одна составляющая цены за литр – это корм. Он дорогой. К тому же во многих молочных регионах буренки с дальних берегов. Кормить таких, чем придется, нельзя. Поэтому в этом году из бюджета выделили дополнительные деньги. Поменяли рацион, и все это должно повлиять на снижение себестоимости молока, обещает министр. На правительственном часе депутаты отметили, что необходимо принимать закон о пайщиках, наладить выдачу длинных и мягких кредитов для фермеров, создать агробанк. Это все нужно для защиты внутреннего рынка. Алия Лумхамбетова, Ерсултан Берегбол, Осет Нургалиев. Астана. Первый канал Евразия. Главный ботанический сад Алматы ищет инвесторов, которые смогут завершить реконструкцию оранжереи. Ее на полпути бросил недобросовестный подрядчик, из-за чего погибла часть растений. О том, как такое могло произойти и чем может закончиться для ценных пород растений, незавершенный ремонт. Моя коллега Жанар Канафина расскажет. На реконструкцию в 2022 году выделили более 1 миллиарда тенге. Ее планировали закончить летом 2023 года. Но почти две зимы уникальные тропические и субтропические растения провели под открытым небом. Более 100 таксонов из 500, росших в условиях оранжерея 55 лет, погибли. Из них почти 40% высокие деревья возрастом старше 60-80 лет. На сегодняшний день мы потеряли 39 растений. Это высотомеры. В основном из них фикус бенджамина, фикус каучеконосный. Затем налина. Это растения, которым на сегодняшний день было бы более 60 лет. Они выпали безвозвратно. В наших коллекциях резерва нет. Но у нас есть Совет ботанических садов стран СНГ. Есть договоренность о том, что эти растения нам будут на безвозмездной основе представлены. Главным ботаническим садом имени Цицына, Москва, Санкт-Петербург, ботанический институт имени Комарова. Они готовы поделиться с нами. Из высоких пальм, украшавших оранжерею, выжили только две. Финниковая и Вашингтония. Все благодаря героическим усилиям работников ботанического сада, которые дежурили ночами и следили за температурным режимом. Многие виды сотрудники лабораторий тропических и субтропических растений перенесли в соседние теплицы. Некоторые тиражировали, взяв ростки. Но многолетний труд нескольких поколений ученых под угрозой исчезновения. К концу 2022 года были сделаны работы только по смене фундамента. Дальше мы продлили с ними договор в надежде, что они продолжат эти работы и завершат. Но, к сожалению, эти работы не были завершены. Мы подали на них в суд. Их признали недобросовестными поставщиками услуг. Внесли в черный список. Юристы ботанического сада обратились в полицию и департамент юстиции города. По их словам, виной всему система госзакупок. По ней очень трудно призывать к ответу недобросовестного подрядчика. Сейчас компания участвует, она не прикладывает почти никакие документы. Она просто подает заявку и ставит свою цену с учетом скидки. И за счет своей финустойчивости и показателей уплаченных налогов, и опыта работы, она выигрывает тендер. Получается, даже сейчас и заказчик, и организатор государственных закупок, он не может никак повлиять на это. В Министерстве экологии считают, что отвечать по закону все же должна строительная компания. Здесь должна ответственность понести именно генеральный подрядчик, который взял на себя эти обязательства и не выполнил. В связи с чем, там, завершение строительства не было, срок завершено. По решению суда подрядчик должен был завершить начатое в мае 2024 года. Но, как видим, оранжерея все еще стоит под открытым небом. И третьей зимы растения уже не переживут, говорят ученые. И просят инвесторов помочь им достроить оранжерею. Жанар Канафина, Максим Шулепов, Алматы, Первый канал, Евразия. Вернемся к теме, которую анонсировали ранее. Уральские врачи борются за жизнь сотрудника полиции. Медики извлекли пулю из его виска. Что произошло, выясняла моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей, Мария Горбунова. Здравствуйте. Все случилось рано утром на контрольно-пропускном пункте департамента полиции. По неподтвержденным данным, правоохранитель случайно выстрелил в себя из стабильного оружия. Пассейн поступил в крайне тяжелом состоянии, в состоянии кома-3. Сразу поднят в операционный блок. Выполнена операция, декомпрессивная трепанация выполнена. Ему 21 год, он находится в реанимации. Пока никаких прогнозов врачи не дают. Восстановить всю хронологию событий и выяснить обстоятельства происшествия предстоит стражам порядка. Больше информации в интересах следствия пока в полиции сообщить не могут. Мужчина поджег аптеку и сам оказался на больничной койке. Инцидент произошел в Мактаоральском районе Туркестанской области. Злоумышленник в маске и с канистрой в руках ворвался в помещение. Происходящее на камеру мобильного телефона в ужасе снимала фармацевт. Преступника это не остановило. Он поджег смесь и до того, как скрылся, сам получил ожоги. К счастью, сотрудницы аптеки не пострадали. Огонь потушили спасатели. За поджог полицейские возбудили уголовное дело. Установить подозреваемого правоохранителям не составило труда. Им оказался местный житель. Он сейчас находится в больнице. Какой мотив у него был, пока не ясно. Акимат Астаны не будет тратить бюджетные деньги на ремонт дома, пострадавшего в минувшие выходные от пожара. Об этом сообщили в ведомстве. Кто будет платить за восстановление здания, пока неизвестно. А накануне градоначальник Женис Касымбек встретился с жителями и сообщил о создании рабочей комиссии по ликвидации последствий пожара. Сейчас эксперты будут давать техническое заключение. После сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется департаментом чрезвычайных ситуаций города. Из сообщения Жениса Касымбека, Акима города Астаны в социальных сетях. Напомню, чрезвычайное происшествие произошло в субботу. В огне оказалось 27-этажное здание. На месте был создан оперативный штаб. В МЧС сообщали, что горела не какая-то конкретная квартира, а утеплитель, который был спрятан под металлической обшивкой. Всего огнеборцам удалось спасти и эвакуировать 14 человек, из которых 8 детей. К счастью для всех, пламя не забрало ни одной жизни. Пострадавших тоже нет. Я почему-то как будто чувствовала, попросила, может, давай где-нибудь пообедай. И мы заехали в азиапарк. И когда уже выходили, нам позвонили, сказали, что наш дом горит. Оказывается, это горит именно наша сторона, со стороны детской. Сказали, что мы любимчики Бога, то, что мы не были дома. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Предварительных причин происшествия несколько. Это могли быть работы с огнем, либо малокалорийные источники огня. Участившимися разборками среди молодежи в Мангисталской области всерьез обеспокоились в прокуратуре. Речь идет о криминогенной обстановке в селе Курык, где проживают 11 тысяч человек. Там ребята разделились на несколько группировок и устраивают побоища. Все это продолжается несколько лет и часто на почве мести. Последний подобный случай был 15 июня. За драку с применением оружия и даже похищением человека в полиции завели уголовное дело. В надзорном органе призывают родителей молодых людей сплотиться и остановить насилие в родном селе. А очевидцы всех потасовок в прокуратуре просят незамедлительно обращаться в органы. ЧП в Карагандинской области. Женщины решили взобраться на гору Бектау, а та, что в 70 километрах от Балхаша. Одна из них пыталась спуститься оттуда самостоятельно, но сорвалась. Падение на 300 метров вниз оказалось смертельным. Ее приятельница оставалась на вершине и ждала подмогу. Она все время была на связи со спасателями и помогала найти точное место, где находилась. Отыскать путешественницу смогли лишь к утру. С помощью альпинистского снаряжения спустили вниз и передали медикам. Обнаружили и тело погибшей. В МЧС призывают казахстанцев не геройствовать и в случае, если оказались в опасности, звонить по номеру 112. В неприятную ситуацию попала жительница столицы. Женщина шла на утреннюю тренировку. Как вдруг водитель такси начал навязывать свои услуги. Когда она отказалась от поездки, в ход пошли непристойные предложения, а затем таксист схватил ее за пикантные места. Чем бы все закончилось, если бы астанчанка не припугнула, что снимет мужчину на видео, неизвестно. Во всяком случае, пускать ситуацию на самотек она не стала и написала заявление в полицию. За мелкое хулиганство любителя распускать руки арестовали на 15 суток. К этому часу у меня все, Алибек, к тебе слова. Маша, спасибо, я продолжу главные новости. Как участь в школе можно заработать большие деньги? Молодежь находит свой цифровой подход к бизнесу, а традиционные рынки сбыта не выдерживают конкуренции и закрываются. Алишер Нурмаганбет разбирался в теме онлайн-торговли. Онлайн-покупки стали привычной частью жизни. Это неудивительно, ведь все, что нужно выбрать, оплатить сам заказ, возможно, раскошелиться на доставку. Зачастую, чем больше за нее платят, тем быстрее приходит товар. То есть онлайн-покупки это выгодно и не занимает много времени. Или нет? И тут могут быть свои подводные камни. Проверить качество товара можно только при получении. Это один из немногих минусов. Поэтому некоторые покупатели идут на хитрость. Используют традиционные магазины как примерочную. Пришел, посмотрел, оценил, но купил подешевле в сети. И для хозяев торговых точек это стало острой проблемой. Вовля упала. Вот поэтому мешают, они конкретно мешают. Надо прекратить это все. Раньше мы ставили цели на сезон. А сейчас даже нет смысла закупать товар. Я больше 20 лет занимаюсь торговлей. Многие просто закрываются. Потому что сейчас все привыкли, делают заказы. Тут вам и домой доставка. То есть покупатели перестали приходить на базар. Мы находимся на одном из столичных рынков. И невзирая на всю популярность онлайн-магазинов, приверженцев, покупок в традиционном формате все еще достаточно. Здравствуйте, можно спросить, вы покупаете вещи онлайн? Нет. Нет, почему? Как-то не пользуюсь этим, поэтому пока не нужно. Спасибо. Вам удобнее, получается, самим вот так прийти, посмотреть? Посмотреть, пощупать, какое оно качество. Качество бывает, не совпадает. Так что лучше наглядно, как-то своими руками. Я заказываю онлайн. На базаре так помелочи. Шакима Сулейман школьница. В свои 17 она уже открыла собственное дело, связанное с онлайн-продажами. Говорит, прибыльно и удобно. Ведь для работы нужен только ноутбук и интернет. Я занимаюсь дропшиппингом. Это когда люди заказывают через меня товары, и я беру сверху процент за свои услуги. Услуги дропшипперов пользуются все большим спросом. Ведь не всегда может прийти именно то, что вы заказали. Заказала в китайском популярном маркетплейсе кофту. Долго выбирала. В итоге я выбрала белую кофту. Доставку ждала месяц. Но почему-то мне пришла вот эта черная кофта. Я не знаю почему. Наверное, перепутали. Но возврат я не смогу сделать, потому что это очень проблематично. Адвокат Бахтияр Галимжанов говорит, что если зарубежный магазин отправил вам не тот товар, то в первую очередь стоит написать письмо продавцу, расписав все недочеты. Но в целом надо быть готовым, что возврат онлайн-покупки намного сложнее, чем сделанный в обычном магазине. Если они вам в течение хотя бы месяца не ответят на вашу претензию, на ваше обращение, не возвратят деньги, то тогда параллельно надо, конечно, обращаться в Министерство иностранных дел. Может быть, даже придется и в правоохранительные органы обращаться. И, возможно, придется обращаться непосредственно в консульство или посольство той страны, где этот магазин фактически расположен. Веб-торговля упростила жизнь и расширила доступный ассортимент. Однако в офлайн-покупках тоже есть свои плюсы. Тут нет явного риска потери личных данных, как и денег. Ведь прежде чем отдать их, вы можете лично проверить качество. Поэтому где и что покупать – выбор каждого. Алишер Нурмагомед, Ерлик Нур Ахмед, Дастан Алишев, Астана, Первый канал Евразия. Это главные новости. Мы продолжаем. Древние конструкции нашли археологи в Североказахстанской области, вблизи села Далматова. Археологи предполагают, что ранее не исследованные и уникальные объекты относятся к Средневековью. Купольные конструкции и сырцовое кирпича глубиной до трех метров были покрыты штукатуркой, благодаря которой, по словам ученых, сооружения частично сохранились. Здесь же замечены останки домашних животных. Отмечу, городище Ах-Ири проводятся раскопки, входят в карту сакральных мест региона. Всего рядом с поселением обнаружили 9 исторических конструкций. Мы там работаем уже на протяжении 20 лет. Решили посмотреть, что это за углубление на краю обрыва. Даже не ожидали. Нашли вот эти интереснейшие конструкции, аналогов, которые мы пока еще не можем найти. Североказахстанские ученые проводили исследования вместе со студентами, коллегами из других вузов и сотрудниками краеведческого музея. Они допускают, что, возможно, в этих местах в эпоху Средневековья занимались обработкой металла. Обнаружены следы так называемой смальты. То есть, наглядный пример высокой температуры. Останки двух лошадей, двух баранов, коровы и двух собак. Остатки шлака, кирпича. То есть, это была рабочая площадка, которая использовалась для обслуживания вот этих вот конструкций. Скорее всего, это громадный производственный комплекс. Это в большей степени связано с плавильным производством. Но пока это только предположения археологов. Что конкретно из себя представляли эти сооружения, ученым еще предстоит выяснить. Тем временем, тысячи жителей Туркестана приняли активное участие в очистке города от мусора. Экологическую акцию поддержали волонтеры, общественные деятели, чиновники и неравнодушные горожане. Если каждый житель города выйдет на улицу и подметет прилегающую территорию, то наш город, да и в целом страна, станут гораздо чище. А учитывая, что Туркестан является местом паломничества, то сюда приезжают гости из разных стран. Поэтому нам нужно показывать свою культуру и чистоплотность. Экологическая акция «Таза Казахстан» стартовала в стране в начале апреля. Организаторы уверены, такие массовые мероприятия помогают формировать бережное отношение к окружающей среде и к городскому имуществу. С вывозом мусора помогали работники коммунальных служб. Они привлекли несколько десятков единиц специальной техники. Сегодня очистили 6 секторов. В 28 микрорайонах города мусора скопилось много. Поэтому для вывоза отходов было задействовано порядка 70 единиц спецтехники. Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов завоевал лицензию на Олимпийские игры. На квалификационных соревнованиях в столице Венгрии он занял второе место. В финале наш соотечественник уступил лишь сопернику из Китая. По результатам двух серий Амир заработал 75 баллов и расположился на третьем месте в рейтинге. Сейчас 29-летний спортсмен дома в Алматы собирает документы для получения визы в Париж. К Олимпийским играм шел в 17 лет. У него высшее образование, по специальности финансист, но по профессии не работал. Посвятил себя спорту. Несмотря на загруженность и постоянные тренировки, записал видеообращение специально для зрителей Первого канала Евразия, отметив, что мечтает исполнить гимн Казахстана на Олимпийских играх. Я очень доволен своим результатом и горд представлять Казахстан в Париже на Олимпийских играх в этом году. Я знаю, что на Олимпиаде меня ждут очень сильные соперники, но я приложу все свои усилия, чтобы показать отличный результат. А казахстанцам, которые уже отобрались или отбираются, хочу пожелать нам всем удачи, хорошей подготовки. Долга, Казахстан! Мы тоже желаем удачи нашим спортсменам, а я напомню, Олимпийские игры пройдут этим летом с 26 июля по 11 августа во Франции. На сегодняшний день в копилке Казахстана 80 лицензий в 24 видах спорта. Астану посетят более 100 тысяч туристов. Такой наплыв ожидают в период пятых Всемирных игр кочевников. Руководитель дирекции по подготовке к этому спортивному событию сообщил, что 89 стран уже подтвердили свое участие. Также Наиль Нуров озвучил сумму призовых. В командных видах, ну в первую очередь это Кокпар и Кокборо, команда победитель получит 10 миллионов тенге, команда занявшая второе место получит 6 миллионов тенге и за третье место бронзовый призер получит 4 миллиона тенге. В индивидуальных видах другие суммы. За первое место предусмотрена награда в 500 тысяч тенге, серебряные призеры получат 300, а обладатели бронзы 200 тысяч тенге. Отмечу, что пятые Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в столице. На них спортсмены будут бороться за медали в 21 виде спорта. Это национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из лука и другие. Телезрительница Первого канала Евразия из поселка Берле Калматинской области выиграла микроволновую печь. Гульмариам, так зовут победительницу, в прошлый раз была на втором месте, а сегодня, активно следя за нашим эфиром, выиграла главный приз недели. Телевизионная игра «Телебум» продолжается и радует ценными подарками. Обладатели второго и третьего места получили вентилятор и утюг. Напомню, участвовать бесплатно может кто достиг 18 лет, и подключиться можно на любом этапе. Главное смотреть эфир Первого канала Евразии, как только на экране появится трехзначный код, отправить его в Телеграм-бот. Там необходимо заранее зарегистрироваться. Розыгрыши проходят еженедельно, ежемесячно и каждые полгода. А к Нау-Рызу самые активные участники смогут выиграть супер-призы автомобилей и квартиру в Алматы. В эфире результаты объявляют каждый понедельник в 9 утра. Также за рейтингом можно следить и на нашем сайте 1tv.kz. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. До скорых встреч на Первом канале Евразия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!